Ну все, мы садимся в машину и отправляемся в путь. Всем привет! Привет! Всем привет! Вы на канале Вечное Лето. И в этом выпуске мы отправимся колесить по Таиланду с ребятами! Ура! Все дело в том, что ребятам нужно сделать виза рано в Камбоджу. И мы с вами, друзья, едем на границу с Камбоджей! С нами Наташа и Вася. Вася за рулем. Привет. Да. И будем стараться снимать что-то интересное по дороге. И, возможно, будут какие-то красивые места. И, естественно, мы их покажем. Ну все, поехали! Поехали! Мы тут песни горланим, музыку слушаем, танцуем. В общем, поездка ожидает быть веселой. И сколько нам ехать еще раз? 230 километров. 230 километров! Представляете, сколько это, да? Мы пойдем купим какие-нибудь бургеры, потому что мы с утра еще ничего не ели. Зайдем сейчас в Севен, купим поесть, поедем дальше. Всего один кремяточный бургер. Нас двое. Все мы закупились едой. Сейчас будем кушать ее и ехать, слушать музыку. Боже, 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 боже. Нас остановил дядь-милиционер. Ой, мамочка. Такой счастливый вообще. Ребята, проканали русские права. Он что-то долго там проверял. Зачем проверял он? Паспорт вообще непонятно. Я сразу его понял. Он такой, лиценз, лиценз, типа права. Ну, у меня прав-то нету. Я до последнего тяну, думаю, блин, может он так отпустит. Я показываю, вот документы на машину, вот там страховка, все есть. Паспорт, виза, все нормально. И смеется, что-то там это. Права, права. Я говорю, блин, правда нету. Я думаю, ладно, короче, на. Он мне наговорил, что если что, там штраф 200 бат и все, дальше едешь. Даю права. А у меня права нового образца. И по идее, они должны работать здесь. То есть там категория и Б прописаны, и машинка нарисована, как в Таиланде. У них не буквы, у них нарисованы изображения машинка, там грузовик, мотоцикл. И с переводом на английский. Да и он посмотрел такой, все хорошо, езжай. Мы сейчас едем по районку, застроено все прям конкретно. Вот у Васи жалуется то, что что там, Вася? Что, дофига светофоров. Едешь, едешь, очень длинный город. Вот видно на навигаторе море. То есть вдоль моря идет, ну, Паттайя меньше, по длине. Вроде бы ехать 230 километров, но их можно проехать со средней скоростью 100 км в час за 2 часа, да, грубо говоря? Но из-за этого длинного районка и пробок мы будем ехать там 4 часа. Ну, такие дела. Едем, музыку, слушаем все. Пока нету никаких фруктов, никаких магазинчиков. Ничего не купили еще вкусненько. Вкусняшек нет. Я надеюсь, тоже найдем. Хотелось бы добавить, что, возможно, тайцы знают объезд всего этого дела, допустим, как будто объездная города, да? Ну, я не знаю, поэтому нам приходится ехать прямо по центральной дороге, а здесь пробки. Как тебе? Хорошо? Да, это лучше, гораздо лучше, чем когда мы ехали с тобой в автобусе. Какие красивые горы впереди. Мы сейчас едем по городу Ханчанабури. Здесь также маленький городишко, двух-трехэтажные отельчики. Красивая пальма вдоль дороги. Действительно, хорошая дорога, приятно ехать. Но самое главное радует вид на горы. Так, мы приехали на заправочку. Сейчас пойдем сходим в одно место. Я думаю, вы догадались, какое. Туалет. Туалет. Посмотрите, вот здесь какой туалет. Так, заходим. Мужскую. О, ну, посмотрите, мужская, какая большая. Сразу видно, что это для мужчин. Здесь у них на входе туалетная бумага висит. На кондиционере кто-то сушит свои шорты. Стиральная машина еще стоит. Даже кулер есть. Правда, не знаю, вода там есть или нет. О, вода есть. Я вам хочу показать аквариум. Тут на заправке аквариум. И вот такие здесь рыбины. Вот есть маленькие такие симпатяшки полосатые. Черная, здоровая. Вот такая больше чешуйчатая. Особь. И там еще, ну, такой, знаете, типа, сомик, который по одну. Что? Что моя радость? Тебе интересно, да? Привет. Привет, глаза стоят. А здесь совсем милипуски плавают. Вот такие заправки. В Таиланде. Где бревна убили всех людей. Как она? А, дорога что-то. Скорей, скорее. Э, ну все, момент упущенный. Тут назначение. Пункт назначения. Пункт назначения, точно. Вот проехали, блин, бревна, а в фильм только вспомнили. Ну, е-мое, вот все, момент упущенный. Вот и рынок всяких фруктов. Много дуриана. Так, и есть другие также фрукты. Три дуриана за сто. Офигеть, халява вообще. Мы один покупали за сто. Пойдемте посмотрим, что здесь продают. Тут вон какие-то макашницы. Конечно, соневаюсь, что мы тут сможем объяснить, что мы хотим. Потому что, во-первых, не знаем, что мы хотим. А во-вторых, я думаю, тут мы не сможем объяснить словами. О, я думаю, они делают салат. О, я думаю, они делают салат. О, я думаю, я сейчас нос продерю. А, и есть, вот смотри, орешки вот эти вот с этими папайей. Сейчас мы попробуем местный салат. Из папайи. И остается всего лишь 30 бат. Коричневый сахар. Орешки. Так, пробуем на вкус. Мало сахара, говорит. Давайте еще сахарку подбавим, чтобы был в мешцах. Месим, месим, месим. Гуд. Сейчас она нам наушит тарелочку. Пойдем все это покушаем. Тут, прям в кафешке. Идеальный папайский салат. А орешки, они поджарены на сковородке. Или как-то подсушены. И они такие ароматные, очень вкусные. Здесь дофига креветок, дофига. В общем, большая порция. Очень вкусно. Еще она положила капусту, фасоль. Так все накрыла. Ну, вообще они классные. О, принесли стаканчик воды со льдом. Экспертное заключение Наташи. Ну как? Все мы съели. Боюсь, Наташу тоже покушали. Давайте попьем бодички. За Камбоджу. И пусть дальше до границы. Да. О, везут свиней, видимо, в Камбодже. У них там что, свиней своих нет? Мы не туда повернули? Да. Короче, надо было направо повернуть, а мы продолжили по шоссе. А как далеко мы уехали? Очень далеко. Вася, ну почему мы так уехали? Это все из-за меня-то? Ну да, потому что я сточал. Нет, право не будет. А, я помню, где мы. Хорошо посмотрели. А мы не переехали в Камбоджу? Заезжаем на автомобильную парковку, естественно. А дальше уже пойдут пешком. А мы подождем их в машине. Мы тоже прогуляемся, посмотрим, что здесь есть. Но я смотрю, парковка достаточно большая. Я не думаю, что нам удастся далеко куда-то пройтись и погулять. Все, они пошли на границу. Удачи им. А пойдем мы же тоже посмотрим, где граница. Пойдем? Пойдем. Это граница? Это не граница, это туалет. Вот здесь находится иммигрейшн чекпоинт. А нам нельзя проходить в Камбодже, потому что у нас студенческая виза. Если мы пересекем границу с Камбоджей, то у нас аналируется виза. Вон там они в окошке Аривол берут карточки, сейчас дополнят. И все, я думаю, это займет буквально минут 20, может максимум 30. Мы уже поедем обратно. Вася там вон перекрывается, с камеры что-то снимает. Мы решили взять мороженого. Хотя непонятно, почему 45, должно быть 40. Да, не знаю, что-то посрутили, опять вот подурили. Да, дурит, как хотят. Хотя там цена была написана 22 прямо в этом холодильнике. Ну, получается что, 22,50 что ли? Может быть такая цена? Они не ставят такие цены 22,50. Мы вот сейчас тут сидим со света, ну идем мороженое, пьем водичку, распраждаем дома. Что мы здесь делаем вообще? Вчера даже не планировали ехать, ну, сюда на границу Саиланда с Камбоджей. Сейчас мы уже здесь. У нас какие-то были предрассудки, страхи, то, что здесь на границе, тут какие-то беженцы, люди с автоматами ходить, тут все вот так проверять. Много полицейских. А здесь все спокойно, все тихо, мирно. Как будто ты в какой-то деревушке находишься. То есть, абсолютно здесь ничего страшного нету. На границе людей вообще нету, я не знаю почему. Все спокойно, все тихо, блин, так цивильно. А нас так, особенно в России, пугали то, что здесь опасно, особенно на границе, там, будьте осторожнее. Чего осторожнее, здесь все спокойно. Там люди спокойно живут, работают, занимаются своими делами. И, конечно, когда ты ездишь и все это видишь, твое мировоззрение о мире меняется кардинально. Поэтому путешествуйте и меняйте свои впечатления, мнения и узнавайте новое. Ну и как у вас прошло все? Да хреново. Ну как, нормально, уже, конечно, уже в Таиланде, уже все. Пожалуйста, еще на два месяца поставили. Но, когда находились в Камбодже, перешли туда, границу с нас взяли. Вообще, должны брать 30 долларов, но они взяли 35. Я не знаю, спорить с ней бесполезно. Потом все, за визу взяли 35. Визу нам поставили, сейчас покажу, как она выглядит. То есть мы въехали, нам виза, виза вообще месячная. Но мы, нам скажем, что типа один день. Вот так выглядит Камбоджийская виза. Вот, нам ее поставили на месяц. Ну и все, и мы говорим, что дальше делать? Он говорит, идите обратно к этому мужику. Все, я прихожу, он нам ставит штамп на въезд. Мы говорим, такие, ну все хорошо, мы обратно. Он такой, 300 бат. Мы говорим, за что? Он говорит, ну, если ты хочешь обратно сразу, 300 бат. Я говорю, у меня нет денег. Он говорит, ну тогда все, иди ночуй, один день. Оставайся в моей стране. Почему ты уезжаешь из моей страны? Типа она тебе не нравится? Я говорю, нет, у меня просто нет времени, меня ждут. И у меня нет денег, даже на ночевку. Он говорит, ну, ничего не волнуйте, иди 4 часа погуляй. Я говорю, у меня нет времени, у меня, говорит, меня ждет дик мой, меня там мама моя ждет, еще что-то. Он говорит, ну, короче, не волнуйся. С ним я вот так вот болтал, наверное, минут 15. Наташа с другим болтала. В итоге подошли какие-то там азиаты, ну, один там сингапурица, казахское гражданство, другой был гражданцем в Америке и женщина. И мы говорим, блин, вы не знаете, почему нас не пускают? Они такие, нет, а что случилось? Мы объясняем, они такие, а как, за что деньги просят, почему не пускают? Мы им объясняем, они такие, в смысле, такого не может быть, почему? Я говорю, мы не знаем. Они пытались с ними поговорить, и они объясняют, что почему эти туристы типа тайские постоянно заезжают-выезжают, заезжают-выезжают, не тратят денег. Я говорю, как не тратят? Я купил за 35 долларов визу, 70 баксов оставили, блин, просто так вам пришли. Он говорит, мне не волнует, иди там в казино поиграй, иди там, не знаю, побухай, сигаретку пи, еще что-нибудь. Я говорю, я не хочу, я не пью, не плю, мне не надо этого. Понимаешь, он говорит, ну тогда иди ночую и сутки, и потом возвращайся. Я говорю, я не могу ночевать сутки, мне нужно обратно. В итоге Наташа расплакалась, эти азиаты начали ее утешать, меня тоже, я говорю, смотрите, у нее трясутся руки, я говорю, смотрите, что вы делаете, человека доводите. Я говорю, сейчас, блин, инфаркт у меня будет. Ну, они немножко перепугались, но, типа, говорят, все равно мы вас не пустим. Ну, тогда вот эти американцы говорят, блин, посмотрите на них, они дети, типа, маленькие, ничего, не там, 23 года, 20, ну, они не знаю, пишут, типа, Эликс Чайл, чай, типа, они не знали, пустите обратно. Ну, и тогда офицер сказал, что, хорошо, в этот раз мы вас пускаем, но если в следующий раз вы приедете и не захотите оставаться у нас в стране, мы вас больше не пустим. Я говорю, хорошо, ну и все, он нас пустил обратно. Вот такая история. Да, вот это история, нифига себе. Хотели денег здесь. Ну, все, поехали? Да, все. Едем домой, ура. Главное, их пустили, все, получилось. Да, спасибо. Мы остановились на заправке, нужно удалить бензинчиком. Залили до полного бака, получилось на 840 бат. Спасибо. Я люблю Тайлану. Дали бутылку воды. И машину помоют, и бутылку дадут. Мы остановились около заправки здесь. У входа в 7-11 лежит такая собачка. Спит, люди ходят, а ей пофигу. Ей никто не мешает спать дальше. Вот это настоящий тайский собай. Мы сейчас хотим взять какого-нибудь риса. Ну, мне нравится, в 7-11 приходишь и прям выбираешь еду, какую хочешь, к примеру. Какую-нибудь булочку, рис берешь, на кассе тебе это все разогревает, и в машине спокойненько кушаешь. Вообще классно. Я решила взять стендрич с тунцом, здесь 3 штуки. И еще хочу попортить какой-нибудь вкусняшки. Я, кстати, взял соку, себе лимонадик, и мы вот рисик себе разогрели здесь. Друзья, вот мы сейчас находимся на обычной заправке. Я просто хочу вам показать, насколько здесь все красиво и цивильно сделано. Просто вот такая вот красивая мойка. И сам туалет сделан в таком зелено-молочном цвете. Все так чисто, так цивильно, так приятно. Здесь такой приятный запах, вентиляция, освещение. Блин, вообще такая классная заправка мне здесь. Очень нравится, что можно даже здесь остаться жить. Мы купили в магазине рис с креветками. Мы его разогрели. Вот так вот он выглядит. Здесь прям реальные креветки. Я пробую. Нежный рис. Креветка просто тает во рту. Не скажешь, что это полуфабрикат, который замороженный, потом разогрели. Приятно так есть. Они еще дали соус какой-то. Ну да, острый соус. Я его, наверное, не буду. Зачем они его разогрели, кстати? Горячий. Наверное, соус должен быть тоже горячим. Мы уже в дороге практически 10 часов. На улице уже темнеет. И ехать осталось немножко. Ну, еще чуть-чуть, чуть-чуть пробежаемся. Я думаю, через полчаса уже стемнеет. Нож будет где-то 7 часов вечера. Мы, конечно, накатались, но осталось немножко. Вот и все. Они уже... Мы приехали домой. Вася с Наташей уехали. Мы за сегодня проехали более 500 километров. Намотались. Отстали, естественно. Наконец-то мы дома. Ура! Ура! Да, сейчас пойдем домой, душ примем. Что-нибудь съедим, может, не знаю, может, нет. В общем, будем отдыхать, потому что после такого автопробега... Может, что-нибудь съедим? Может, съедим дуриан? Дадим ему второй шанс. На этом на все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok